слава господу братья и сестры я рад быть опять с вами вместе в служении еду сюда уже почти как домой моей часть семьи находится здесь пусть бог благословит читаю слово божье где написано от матфея 25 глава с 1 по 13 сишок это все знакомые местом хочу порассуждать вместе с вами подобно царстве и тогда подобно будет царство небесное десяти девам которые взяли светильники свои вышли навстречу жениху из них было пять мудрых и 5 неразумных неразумные взявшие светильники свои не взяли с собою масла мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих и куда же не жених замедлил то задремали все и уснули но в полночь раздался крик вот жених идет выходите навстречу ему тогда встали все девяти и поправили светильники свои неразумные же сказали мудрым дайте нам вашего масла потому что светильники наши гаснут а мудрые отвечали чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас пойдите лучшим продающим и купите себе тогда же пошли они покупать пришел жених и готовые вошлись им на брачный пир и двери затворились после приходит и прочие деви говорят господи 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 отвори нам он же сказал им ответ истинно говорю вам не знаю вас и так бодрствуйте потому что не знаете ни дня ни часа который придет сын человеческий мы тут это место на память даже можем знать цитируем часто но в этом в этом все в этих стихах я вижу большую глубину состояния народа божьего сегодняшнего времени итак братья сестры написано все девы были они похожи внешне все девы были как и сегодня все христиане похожи все христиане идут в церковь христиане читают библию христиане поют христиане стихи рассказывают ходят на молитву похоже как эти деви снаружи все одинаковые похожи они ожидали встречи женихом они имели какое-то масло кто-то больше кто-то меньше но написано в полночь раздался крик вот жених идет этот самый ответственный момент всей нашей жизни самый ответственный момент мы можем ходить со светильниками наполнен наполненными масла в кого как и в кого как горит этот огонек но всех желаний и стремлений ведь мы все ходим в церковь почему потому что знаем что придет то время когда придет христос и сами ответственный момент когда раздастся крик вот жених идет и тогда каждый не то что так в компанию ага и я вместе с тобой нет тогда каждый прочувствует свое отношение с богом и как он будет встречать жениха и так братья и сестры еще написано что все проснулись все проснулись начали поправлять светильники и оказалось вдруг у пятерых дев светильники угасают братья мои и сестры слово позже во многих местах объясняет что такое светильник светильник написано есть слово твое для ноги моей светильник человека это есть дух человека но интересно написано откровение о светильнике написано так я обратился чтобы увидеть чей голос говорящий со мною и обратившись увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников подобно сыну человеческого обличенного подыр и по перстаму пояснен золотым поясом дальше написано тайна семи звезд которые ты видел в десятице моей и семи золотых светильников есть семь звезд ангелы семи церквей а семь светильников которые ты видел семь церквей еще немножко хочу напомнить здесь написано тоже интересно ангелу ангелы это есть служитель церкви а светильники это есть церковь и написано ангелу ефесской церкви напиши так говорит держащий семь звезд в яснице твоей семь звезд звезды ходящий посреди семи золотых светильников интересно что на всяком месте среди церкви пребывает господь иногда мы ходим просто пришли в церковь побыли разошлись и ведем себя как будто бы мы в церкви не были а здесь написано что подобно сыну человеческому который ходит между светильниками и осматривает и что здесь написано еще вот в этом тут же в этой главе написано что если что вижу ангелу церкви держащий звезд в яснице своей ходящий посреди семи золотых светильников знаю твои дела и труд твой и терпение твое и то что ты можешь сносить возвратных испытал тех которые называют себя апостолами а они не таковы но имею против тебя немножко пропускаю что ты не оставил первую любовь немножко имею против тебя и так вспомни откуда ты не спал и покаясь и твори прежние дела а если не так то приду и скоро сведену светильник твой бывают братья и сестры церковь большая церковь и есть служитель там в церкви но происходит какое-то время и ангел бог беседует с служителем церкви и что-то если не так то сдвину ни тебя ни служителя тоже бог имеет свои расчеты но сдвину светильник твой где ты находишься где ты трудишься это тоже но я это другая тема я не хочу идти в эту сторону я говорю о 5 мудрых и о 5 неразумных есть еще написано светильники сердце человека в котором горит огонь Божий или горит чуждый огонь 5 мудрых и 5 неразумных я вижу что 5 мудрых это люди рожденные свыше наполнены Духом Святым понимают что есть воля Божия 5 мудрых но здесь написано и 5 неразумных я бы сказал что это более религиозные люди но так же я бы сказал что возможно они были рождены свыше но они были так рождены свыше как подобно семеню которое было посеяно в тернии семья написано взошло но как заботы века сего заглушили эту семью и оно дальше не пошло расти 5 неразумных дел я подразумеваю вот такое такое слад или состояние людей которые вначале приняли Господа поняли Его любовь но заботы века сего или преимущества богатства они поглотили жизнь христианскую они называются верующими ходят в собрания вроде бы везде на всех мероприятиях но о них говорит Писание что они неразумные братья и сестры мудрые деви это те которые знают голос Божий это знают которые волю Божию о которой мы уже говорили но здесь написано так же в этом месте написано что жених приходит неожиданно в полночь раздался крик вот жених идет и не будет времени пойти купить на базар пойти купить масло чтобы светильники горели в полночь значит во время самого темного времени время отступления народа Божьего придет жених за церковью своею и когда анализирую я братья и сестры время в котором мы живем я немного прожил на этой земле немножко больше 50 лет 55 но в моей жизни тоже много я наблюдал и периоды церкви как церковь себя вела раньше потом позже потом позже еще и сегодня как себя ведет церковь народ Божий ведет то я скажу что сегодня хочется лучшего мы часто вспоминаем как когда-то как мы горели как Господь наполнял Духом Святым откровение знаете сила Божия да а что изменилось Господь не меняется мы поменялись и сегодня церковь я бы сказал в таком периоде отступления потому что границы христианские границы ценности и границы между мирскими и христианами эти грани настолько стираются что и церковь теряет силу это братья и сестры очень серьезно и здесь написано братья и сестры о пять мудрых и о пяти неразумных я не говорю что церковь будет делиться на половину пять мудрых которые войдут пять неразумных это говорится просто о состоянии церкви последнего времени я бы так сказал бы есть люди братья и сестры в нашей жизни это в любое время есть люди которые хотят жить для Господа и живут как попало живут своей жизнью но они и Господу служат но когда приходит то тяжелое время и они приходят предсмертные такие минуты жизни и каждому этому хочется умереть смертью праведника чтобы похоронили его смертью праведника а ведь а какова жизнь твоя была ты был в числе пяти разумных или мудрых или в числе пяти немудрых дел Слово Божие еще говорит кто злословит отца своего это прище 20 глава 20 стих кто злословит отца своего и свою мать того светильник погаснет среди глубокой тьмы вы слушайте есть дети где есть отцы моложе есть старшие в моем возрасте тоже есть отцы ну хотя у меня нет у меня умерли отец и мать уже давно но в моем возрасте тоже есть отцы и написано кто злословит отца своего и свою мать того светильник погаснет среди глубокой тьмы в самый ответственный момент это говорится об отношениях детей и родителей это говорится об отношении детей 5 лет 10 лет 15 лет и родителей это говорится об отношении детей кому 50 лет 60 лет, и я встречал родителя, которому 95, и я встречал его дитё, которому 72. Это тоже родители и дети. Но написано, кто злословит отца своего или мать свою, того светильник погаснет в самый ответственный момент. Я приглашаю братья и сёстры наладить отношения с своими родителями, независимо в каком они возрасте, они молодые или они старые, но это заповедь Господня. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вы посмотрите, даже долголетие наше зависит от моего отношения с моими родителями. И вот в моём долголетии, когда мне будет сильно тяжело, и когда будет самая тьма, мой светильник будет гореть, потому что отношения с родителями у меня правильные. Но это тоже отдельная тема, это глубокая тема по отношению отцов и детей и по отношению светильника во всякое время. Мы нуждаемся, чтобы всегда наши светильники горели. Но эти светильники, они зависят от нашего состояния. Матфея, 15 глава, интересно нам говорит, 15 глава, 7-9 стих, говорит, «Лицемерие, хорошо пророчествовал у вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди. Эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстает от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Вы посмотрите, даже интересно написано, говорит, «лицемерие приближаются ко мне люди, устами своими ищут, что сердце далеко отстоит от меня». Братья и сестры, лицемерное служение – это когда, как мы говорим, в Церкви Святой, а на улице Мирской, в Церкви все видят, что я праведный, а на улице как только могут себя вести, как неверующие люди. Это Писание говорит, что это лицемерие. Есть люди, которые не уверены в своем спасении. Ходим в церковь, всю жизнь ходим в церковь. Спрашиваю я одного пожилого человека, «Как вы думаете, вы уже спасены?» Братья и сестры, Господь тот точно знает, какой наш святильник, мы в числе мудрых или неразумных. Но сегодня мы должны знать, в кого мы уверовали, мы должны знать, насколько мы любим Бога и насколько мы держимся Его. Мы должны это знать. Лицемерие, написано. Они ждут устами. «А сердце их далеко отстоит от меня, говорит Господь». Лицемерие изображают силу Божию. В их программе, в собраниях насыщенных, знаете, всякими программами. Это я не отрицаю, это нормально. Но Богу важно наше личное отношение при всякой программе может быть наполнение Духом Святым. Я помню, когда-то в Коростыне в наше время, ну, мы были на молодежных собраниях ходили. Знаете, в то время действовал Господь сильно в нас. И встает брат, который недавно уверовал, читает Слово Божие, просто читает, без объяснения читает. И когда он читает, вы знаете, так сходил Дух Святой, что он не мог дочитать до конца какие-то там несколько костяков, как эта молодежь уже молилась, и это был как костер, как огонь. Вы знаете, я переживал такие служения, что когда пели Псалом, вы знаете, и сегодня есть такое время, когда во время Псалма сходит Дух Святой, и люди стоят на колени и начинают эта молитва. Это отношение людей с Богом при всякой программе. А есть просто сухая программа, которую Богу не нужна эта программа. И от Матвея, говорит, в 7 главе, тоже интересное место, 21-23 стих, нам говорит так. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы изгоняли бесов, не Твоим ли именем чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня». Если бы на этом только и закончилось, ну, и как-то и обидно, Господи, так мы же все делали, вроде и пред лицем Твоим. Но здесь дальше написано, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». То, что вы делаете, то, что вы творили, это да, было что-то у вас, но так как вы творили беззаконие, то Писание говорит, «Отойдите от меня, ибо я никогда не знал вас». Поэтому Слово Божие нас направляет, что нам нужно правильное понимание нашей жизни, правильное понимание покаяния, правильное понимание служения Богу. Здесь в этой главе было сказано, «И сказали неразумные к разумным, дайте нам вашего масла, чтобы у нас светильники горели». Говорит, «Нет, мы не можем поделиться с вами, пойдите и купите». И, братья и сестры, если так по жизни, что же там такого? Если у меня в баке есть там бензин, а у моего брата, ну, или солярка закончилась, чтобы доехать и одному, и другому доехать, где-то проехать, почему бы не поделиться? Но если смотреть на расстояние проезда, то важно, чтобы доехать до определенной точки, куда мы намерены, и куда можно поделиться так, что ни один не доедет, и ни другой не доедет. Я подразумеваю, братья и сестры, в этом смысле, вот здесь, когда написано о масле, который не можно поделиться с другим. Это личное масло, это личное отношение с Богом, это личное переживание, личное исполнение Духом Святым, это личные посты, личные молитвы, личные, даже где-то я участвую, даже финансово участвую, где-то что-то делаю, я себя посвящаю не ради, чтобы меня видели, а я себя посвящаю Господу. Я себя посвятил Господу там, где я могу. Почему? Не ради моего соседа, не ради за компанией, нет. Потому что я понимаю, что Он мой Спаситель, Он мой Искупитель, и Искупитель мой жив во всякое время. И я знаю, что Он держит жеби мой, и я знаю, что моя жизнь в Его руке, братья и сестры. И поэтому мое личное отношение, исполнение Духом Святым, как я могу поделиться с братом? Как я могу поделиться с моей дочерью? Как я могу поделиться с моим сыночком? Не могу, потому что это мое личное масло, личное переживание, которое есть накоплено отношением моим с Богом. И то, когда даже придет это тяжелое, тяжелое, тяжелое время, последнее время, время отступления народа Божьего, где, как я сказал, стертые границы между служащим и неслужащим, и когда написано «Ви письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми людьми». Братья и сестры, это говорится о духовном нашем внутреннем поведении, это говорится и о наружном нашей жизни, и о нашем одевании, о нашем вхождении, о нашем, как мы говорим, что мы говорим, потому что мы письмо Христово, такое письмо, которое, оно читаемое, можно прочитать это письмо и узнать, что мы это письмо Христово. С другой стороны, если мы письмо Христово, то это письмо, которое написал Иисус своими чернилами, Духом Святым в нашей жизни, мы являемся письмом для этого мира. «Мир, читайте это письмо, и это письмо, то есть жизнь моя, она доведет тебя до искупителя твоей жизни». А воочем. Братья и сестры, насколько важно это личное переживание, личное отношение с Богом и правильное понимание воли Божьей в жизни моей. И написано, «Ви письмо Христовое, узнаваемое и читаемое». Мы, братья и сестры, как недавно было жатва, осеяние жатва, мы всегда сеем. Мы всегда сеем, братья и сестры. И мы показываем семья, какое это семья, мудрое или неразумное. Мы сеем молча. Молчим. Сеем. Мы сеем языком. Мы сеем делами. Мы сеем нашей мимикой. Приходим, рассказывают там о великой благодати Божьей. И мы, да, слава Богу. До другой группы подходим. А ты знаешь, який он? Страшно с ним общаться. И там мы сеем. И там мы сеем. И там мы сеем. И это письмо, братья и сестры, оно читаемое, что мы сеем в нашей жизни добро на устройство или зло на разрушение. И какой светильник наш, сердце наше каково, какой у нас светильник, написано, братья и сестры, Псалом 50 и 12-й северит. Давид понимал, что такое Бог, кто такой Бог и что такое отношение его с Богом. И в Давида были времена, когда ему было немножко тяжелее, когда было легче, когда ему Бог был немножко дальше, по причине Давида, когда был немножко ближе. И наступил такой момент, когда он сказал, сердце чистое, сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Он понял, что без Бога вот в таком состоянии, как эти пять неразумных дел, ему не жить. Это не жизнь для Бога. И он понял, что не хочет он жить такой жизнью. И он преклоняется, умоляет лица Господня, говорит, сердце чистое, сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Духа Твоего Святого не отними от меня, окрупи меня, и сопами буду чист, омой меня, и буду белее снега. Братья и сестры, это правильное желание Давида, это правильное понимание, кто такой Господь. Не просто, что есть Бог, а кто есть Бог. Он говорит, Духа Твоего Святого, не отними от меня, и окрупи меня, и сопом, и буду чист, и омой меня, и буду белее снега. Братья и сестры, мы, есть самые счастливые люди на этой земле. Счастье не в финансах, а счастье в отношениях, которые владеют всеми финансами. Счастье в отношении с тем, кто владеет нашей судьбой, нашим здоровьем, нашей жизнью. Это самое важное. И как правильно должно быть правильное отношение с этим владыкою, который владеет все и нашей жизнью. Написано, у кого чистое сердце, у того приятность на устах. О том, о чем я говорил. Это письмо, которое читаемое и узнаваемое. Это письмо Христово. У кого чистое сердце, у того приятность на устах, и даже написано, тому царь, друг. Это очень важно. Братья и сестры, написано, правим прилично словословить Бога. Правим, правим сердцем. Правим сердцем, которое правильно поднимает Господа. Прилично словословить. Есть такой псалом, который мы поем иногда в наших собраниях. Когда Христос меня простил, мне землю в небо превратил. Среди скорбей, среди угроз, там небо, где Христос со мной. Неважно, где теперь живу, на высоте, внизу, во рву, в стране родной, в стране чужой, там небо, где Христос со мной. И припев говорит, хвала Христу, Он спас меня, просил грехи, открыл себя на суше, в море, над землей, там небо, а воотче, где Христос со мной. Пусть Бог благословит каждого из нас, братья и сестры, и понят, где небо. Неважно, что могут, могут тучи, может быть снег, может быть буря, но выше этих туч есть чистое небо. Когда летели с самолетом сюда, кажется, и тучи поднимаются, такое тучное, тучное, потом раз пространство и небо. Красивое небо, братья и сестры. В нашей жизни есть чистое небо, есть благодать Божия и Дух Святой. Что бы ни случалось в нашей жизни, есть благодать Божия и Дух Святой. И поэтому нам нужно понять, запастись этим маслом лично, мне лично, моей дочери, моему сыну лично, моим внукам лично, запастись этим маслом, потому что поделиться с этим невозможно. Потому что это дыхание Духа Святого в нашей жизни. И пусть горит, горит этот огонь, горит на жертвеннике, горит в наше сердце. Как я вам, видимо, рассказал на служении, братья и сестры, что такое Дух Святой? Написано, это огонь, это огонь, Дух Святой. Значит, если это огонь, значит, он должен быть виден в наших служениях. Если это огонь, можно ли огонь спрятать за пазухой, и чтобы никто не видел? Если во мне есть Дух Святой, то значит, на мне пребывает огонь Божий. Если этот огонь Божий, то можно ли так сделать, чтобы его никто не видел? Не можно, он прогорит, он себя даст, он покажет себя, братья и сестры. Если в церкви есть Дух Святой, если церковь горит, то огонь Божий, он обязательно себя проявит. И к этому огню пойдут люди, пойдут согреться, ибо благодать Божия да пребудет с вами. Аллилуйя. Совершаем молитву, предстаем пред Богом и молимся пред Ним. Аллилуйя.